Чем мы будем удивлять? Так, а за что? Веселье! Чтобы у всех отличное настроение поднялось! А-а-а! На этой площадке как будто не было конкурентов. Все дарили друг другу эмоции и позитивное настроение. А еще делились зонтами и дождевиками. Кого-то непогода застала врасплохо. Кто-то к ней готовился заранее. Мы смотрели прогноз погоды и все предвидели. Впрочем, подготовка к финалу велась основательно. Две недели конкурсанты шили костюмы. Это футболки детей, потому что у нас у детей у каждого свое животное. И родители решили поддержать и тоже одели футболки животных. Сочиняли кричалки. Лучшая команда, потому что просто, потому что... Разучивали движение и собирали группу поддержки. Некоторые приехали целыми классами и целыми семьями. Количество участников жюри оценивало не в последнюю очередь. Около ста человек, может больше, а вообще нас очень много. У нас команда, класс и параллельные классы, и родители всех классов многопрофильного лицея. Очень дружная, сплоченная команда. Все финалисты – победители отборочных этапов конкурса. До заключительного испытания дошли 23 команды из 10 школ города. До последнего участники не знали, под какую музыку придется танцевать. Каждое выступление было экспромтом. Оценивать сложно, да. Очень много достойных, много ярких, неординарных команд. И танцуют все хорошо, но победит сильнейший. На каждое выступление всего несколько минут. Слишком мало, признаются участники, чтобы показать все, что задумали. Было сложно, но мы смогли. Конкурс достаточно молодой. В 2012 году он инициирован в городе Череповец. Ну и в 2013 году в данный конкурс включился наш родной город Вологда. И сегодня это уже более 2000 участников и зрителей данного проекта. Победителей танцевального марафона выбирали в трех возрастных категориях. И в ходе долгой и упорной борьбы сразу два трофея завоевали представители многопрофильного лицея. Еще один приз достался конкурсантам из 13-й школы. Уже на этой неделе, 21 мая, все три команды будут представлять Вологда на региональном финале конкурса в Череповце. Алена Шипилова, Игорь Тривенов. Новости Вологда.